Так, тональный City Radiance от Bourjois, закончила его моя сестра, а не я, но передала мне посылку на видео о пустых баночках, сказала, что очень советует его дедочкам с сухой кожей. Вот мне он как-то никак, я делала обзор, он мне просто лежал как жирным блином, который никак не застывал на моем лице, никак не садился уже, не закреплялся, он просто двигался во время дня. И даже под пудрой он чувствовался реально как бы мокрым блинчиком под пудрой, под своим пудрой, как-то это так странно, я даже в общем матирующей пудрой не могла его успокоить. То есть на ней сухой кожей, она говорит, это просто лоск, шик и блеск, это просто сияющая кожа, это увлажненная, напитанная кожа, это комфортно, она говорит, это как бы заменяет и уход, и тональный, и какой-то там сияющий праймер, в общем все в одном. Она как-то по-моему за это лето, не знаю, два или три таких закончила и решила как бы обязательно передать вам вот такой вот советик. Так, дальше. Дальше у меня кое-какие медицинские, хотела вам посоветовать, вот я сейчас, когда у меня срастались эти оси на руке, когда я ходила с гипсом, мне посоветовали вот эти вот два препарата, Остеопро и Кальциооз. Остеопро я пила утром, по-моему, перед едой, да, а Кальциооз вечером уже перед сном просто рассасывала. И я не знаю, может быть, я не знаю, как бы это такие, знаете, трудно мне понять, что к чему, но я думаю, немаловажную роль они тоже загадали в том, что у меня просто за шесть недель произошло реально чудо, то, что мой врач не рассчитывал, что произойдет даже как бы за много дольший срок. И я думаю, что у них тоже есть в этом своя заслуга. Еще раз там напишу внизу, Остеопро и Кальциооз. Как бы вот если, не дай бог, там какие-то травмы, то могу посоветовать. Так, и еще один препарат, который мои дети закончили, и я уже заказала еще два таких бутылика. А это, ой, как вкусно пахнет, это такие шарики, как желешки круглые, как желатинки такие, которые они рассасывают или раскусывают, грызут, как-то как хотят. В общем, это сбор витаминов А, Д, Е и омега-3, жиров омега-3. В общем, много чего тут полезного, но самое интересное, что оно очень вкусно, и мы реально давали тут по три штучки в день. Мы давали три одному, три второму вечером перед дном. Как бы это у нас такой прям как daily treat, как бы они должны заслужить, чтобы получить эти три. Я к тому, что жиры и омега могут быть реально настолько вкусные и интересные для детей, что они просто просят. И когда у нас эта баночка закончилась, они продолжают просить, просить, просить. И я заказала еще две, я думаю, мы уже без нее не будем никогда, потому что классно иметь дома такие вот хорошие вещи для детей, с крутыми ингредиентами полезными, и то, что им тоже нравится, и то, что надо в них впихивать. Так, сейчас кое-что из декоративной косметики. А нет, еще одно маслице, это органовое масло капельки, которое я добавляла в тональный, тем более сейчас на холодное время года, это просто спасение. Добавляю в свой уход вечером на ночь, добавляю утром как увлажнение иногда, когда такой очень холодный день, добавляю в тональный, в общем, вам нужно добавлять ваши маски для волос. В общем, реально такой как бы крутой продукт, вообще мульти назначение. У меня еще разные баночки там масла, поэтому еще даже этого же производителя Argan Oil есть еще две. Этот, кстати, я, по-моему, покупала на Алиэкспресс в плане тестирования, первый раз делала заказ с этого сайта, и мне он понравился. Поставлю линк внизу, если он еще продается, представлю. Натуральное органовое масло. Так, и дальше уже, а, масочка от Miniso. Это китайский бренд, девочки, да, в Китае его пропихивают как японский бренд. Знаете почему? Это маркетинговый ход, потому что китайцы воспринимают японские уходовые продукты как дорогие, люксовые, премиальные. Поэтому вот эта вот китайская марка Miniso, она производит в Китае, продает тоже в Китае, но преподносит свои продукты как японские продукты. Поэтому они их продают по более высокой цене, типа как премиальные продукты. Но это реально китайские. В общем, этот магазинчик открылся уже и в Киеве. Я не знаю, если у них уже есть уходовые, я зашла к ним, у них там были какие-то расчески, там не знаю что, кисточки, зеркальца и так далее. Сказали, что появятся скоро и уходовые продукты. Это мне одна подписчица привезла из Китая. Да, спасибо тебе огромное. У меня там еще целый пакет этих продуктиков Miniso. Эта масочка мне понравилась, интересная. Но как-то вот само ощущение, вот это реально как гелевый такой, ну как медузу ты наносишь на свое лицо и шею, и она вот тут вся как бы на тебе наклеена. И я не знаю почему, может это первый раз, когда я использовала такую вот гелевую маску. Обычно я использую тканевые. Как-то мне вот это вот состояние этого холодного желе на моем лице как-то было не очень, если честно. Не знаю почему, но как-то вот я ее использовала и как-то больше не знаю, почему не тянется рука. Но мне там еще несколько разных, поэтому надо еще протестировать и вам выдать какой-то вердикт. Это глубоко увлажняющая с гиалуроновой кислотой. Так, и косметика. Вы знаете, как трудно косметика заканчивается, вообще никогда не заканчивается. Так, это тушь от Aiko японской марки, которая мне не понравилась. Идея была крутая. Там было для одной туши было три кисточки. Вот как-то три кисточки и вы любую кисточку, исходя из того, какой вы сегодня хотите эффект, какого эффекта добиться, вы именно той кисточкой пользуетесь. Идея интересная. В реальности это как бы сегодня одна кисточка, завтра другой, а та потом засыхает, а то надо мыть. В общем, нет, это не для меня. Но, но-но-но-но-но-но, кое-что сейчас покажу, что очень мне понравилось. Это консилер от Maybelline Mineral Power. Я даже не знаю, чем он еще производится, ему 100 лет. У меня их было несколько, я закончила уже последний, добила. Но я к чему, что консилеры Maybelline, они крутые. Они все крутые. A.G. Wild крутой. Этот Fit Me крутой. В общем, все консилеры Maybelline, которые я когда-то тестировала, они все классные. Поэтому обратите свое внимание на консилеры Maybelline, если вы еще ничего от них не пробовали. Дальше тоже, по-моему, от Maybelline, если не ошибаюсь. Вот такой вот продуктик для бровей, который очень классный. У меня еще два таких в этом же цвете. Это цвет Dark Brown. Он, с одной стороны, выкручивающийся карандаш. Такой достаточно тонкий, очень удобный в использовании. Хорошо наносится, хорошо держится вообще. А с другой стороны, такая вот как губка с пудрой, с тенями, которые вот там набираются. Это пудра тени. И закрашивается. Этой стороной я пользовалась намного реже, если честно. Ну, как-то так. А вот карандашиком просто каждый день. И у меня их еще несколько есть на смену. Далее. Revlon Lip Butter в оттенке 0,65. Я его просто выбрасываю. Я его не закончила. Я не знаю, как... Как-то сейчас этот цвет на меня смотрится просто белым каким-то молочным цветом. Вообще, я не знаю, здесь больше половины использовано. Я не знаю, как я им пользовалась. И как я выглядела. Как-то мне когда-то оказалось, что на мне этот цвет хорошо. Или у меня какой-то цветотип изменился. В общем, я не знаю. Но он реально белый. Просто белая помада. Я ее просто выбрасываю. Так. То, что я закончила. И вы знаете, какая редкость в моем случае закончить помаду. Это помада от Rimmel в оттенке 0,70 Airy Fairy. Это идеальный, просто нейтральный, нюдовый на каждый день оттенок. Я сделаю swatch. Потом вам покажу поближе. Это такой как бы беж с розовинкой. Немножко с таким нежным... Сатиновым шиммером. В общем, такая интересная. Не мертвецкий нюд. А такой как бы живой. Нейтральный. Немножко такой глубокий. Беж. Розоватый. Сейчас я вам покажу swatch. Не знаю, если так видно. Последнее время он был часто на мне. И поэтому у меня помадка реально закончилась. Я так рада, когда я что-то заканчиваю. Вы себя не представляете. И последнее. Это вот такая вот жидкая подводка от Urban Decay в оттенке очень дерзком. Вы ее видели, кстати, в моем этом видео про супермодные тенденции. Там была такая стрелка с этой подводкой. Она очень крутая, классно держится в оттенке Ecstasy. Но, по-моему, их сняли с производства. Сейчас я попытаюсь. Из того, что осталось, хотя бы сделать swatch. Очень долгостойкие подводки. Очень. У меня их было, по-моему, 3 или 4 оттенка. Я их все закончила, девочки. Вот в таких сумасшедших оттенках. Они у меня не высохли, не потерялись. А я их реально добила до конта. Вы себе представляете? Не знаю, если видно, но такой вот реально крутой, такой интенсивный фиолетовый оттенок. Сейчас делаю клип поближе к камере. Вы увидите. Вот и все. Наконец-то я могу это все выбросить. Наконец-то я с вами поделилась. Мне кажется, я не знаю. Пишите, если это интересно вам. Чем пользуюсь, что заканчиваю, что нравится, что не нравится, что потом у нас покупаю. Пишите мне, что у вас заканчивается. Потому что мне очень интересно, чем пользуетесь вы. Потому что заканчивается реально то, чем вы пользуетесь каждый день. А это, особенно когда коллекция косметики и разных кремов безгранична, то это реально о чем-то говорит. Вот эти продуктики, которые оказались здесь, это реально как бы о чем-то говорит. Чем я в последнее время пользуюсь. Все. Целую всех. Люблю всех. До скорых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова